МОСКВА БАКУ Евгений, вы не раз бывали в Баку. Как это было в первый раз, знакомство с Баку и последняя ваша поездка? Как это происходило? Что вы успели увидеть? Что узнали о Баку, об Азербайджане? Я в Баку был очень-очень много раз и прилетал на день рождения. Первый раз я прилетел вообще на день рождения. У меня очень много друзей живет в Баку. И это еще было перед Европейскими играми. Конечно, потрясающий город, очень-очень гостеприимный. Я обожаю летать в Баку, тем более с новосибирском стримой рейсе. Очень быстро, 4 часа уже в Баку. Поэтому и природа, и гостеприимство, и сами люди, и кухня. Я, конечно же, в восторге. В восторге от Азербайджана, в восторге от Баку. И всегда с удовольствием туда прилетаю. Вы в последний раз были, насколько я помню, на играх тоже? Да, я был на играх и после игр прилетал. Последний раз я был в 2017 году. Потом уже не получалось прилететь и пандемия. И то, что, конечно, как инфраструктуру отстроили спортивные объекты к европейским играм, это, конечно же, меня очень сильно потрясло. И потрясающая набережная, потрясающие спортивные объекты, стадионы, которые находятся на территории. Это, конечно, шик, олимпийская деревня, которая была специально построена для европейских игр. Конечно же, мало где в таких странах такая инфраструктура существует. Евгений, а что вы знаете об успехах азербайджанских гимнастов? И как вы оцениваете их потенциал? С кем-то, может быть, из азербайджанских коллег поддерживаете отношения дружеские? В Азербайджане традиции спортивной гимнастики не заложились еще в советские времена. И мы до сих пор общаемся, очень дружим с олимпийским победителем по спортивной гимнастике 92-го года, с беленьким Валерием, который сейчас является главным тренером сборной Германии. И общаемся, и дружим с победителями европейских игр 2015-го года и бронзовым призером чемпионата мира на бусях. С Тепко Олегом, который сейчас находится у нас в Новосибирске и работает у нас в нашем центре спортивной гимнастики. И, конечно же, мы продолжаем общаться с ребятами, со спортсменами, но на данный момент я знаю, что в большей степени сейчас в Азербайджане выступают за Азербайджан лучшие наши российские гимнасты. Хотелось бы, чтобы все-таки и непосредственно дети с Азербайджана тоже добивались и продолжали традиции спортивной гимнастики на международной арене. А вот я, насколько знаю, у вас в Новосибирске есть даже свой центр по тренировке, по подготовке юных чемпионов. Не хотели бы вы сотрудничать, может быть, в ближайшем будущем или когда-нибудь с Азербайджаном? То есть какое-то вот сотрудничество в плане воспитания будущих чемпионов? Да, действительно, центр есть у нас, центр подготовки по спортивной гимнастике. Это государственное учреждение, которое было построено в 2018 году, открыт. Он просто назван моим именем, я как президент Федерации спортивной гимнастики непосредственно Новосибирской области нашего региона. Здесь полностью контролирую всю работу и весь тренировочный процесс, который проходит на территории центра. Однозначно, с удовольствием мы уже сотрудничаем и будем сотрудничать, продолжать, потому что у нас на данный момент проходит тренировочный процесс. Спортсмены, наши друзья Гусейн и Али Халиловы, они тренируются здесь, они проживают сейчас в Новосибирске. Также выступают на соревнованиях, выезжая в другие города, поэтому с удовольствием, если Азербайджан предложит сотрудничество, мы готовы и принимать и на сборы, и на соревнования, и также отправлять своих спортсменов для обмена опытом в Азербайджан, в Баку, потому что великолепная база, великолепные условия в Азербайджане, великолепные условия в Баку для спортивной гимнастики. Евгений, а как начиналась ваша спортивная карьера? Кто вас привел в спорт больший? Меня привели родители, меня привела мама в 7 лет. Первый раз привели в 6 лет, но меня не взяли из-за того, что был маленького роста. Через год, когда я пошел в первый класс, пришел тренер в школу, предложил прийти в секцию спортивной гимнастики. Вот я родителям сказал, родители мне привели, и вот 7 лет я начал заниматься, но заниматься начал в таких условиях, что у нас в зале из 6 снарядов не было двух, это опорного прыжка и вольных упражнений, в связи с тем, что габариты и размеры зала не позволяли установить эти снаряды. Поэтому вот я в этом зале начал тренироваться, и сейчас до сих пор тоже существуют, там проходят тренировки, но тем не менее, с этим залом мне удалось достичь высоких результатов в таком прекрасном, красивом виде спорта, спортивной гимнастики. А правду говорят, что у юных спортсменов практически не бывает детства. Вообще сложно вот ребенку 7-летнему, 8-летнему пройти вот эти все этапы, чтобы наконец дойти до чемпионства? Ну, не только спортивная гимнастика, вообще в принципе в спорте у детей очень мало детства, потому что все время проводится непосредственно в зале. То, что касается спортивной гимнастики, мы проводим на снарядах, у нас их 6, и на каждом нужно отточить свою программу, поэтому тренировка первая начинается с 7.30, потом школа, после школы вторая тренировка, которая заканчивается в 8 часов вечера, нужно приехать домой еще, сделать уроки, покушать, и уже не остается времени, в принципе, ни на что, потому что ты уставший, хочется поспать и уже приготовиться к следующему дню. Поэтому в какой-то степени, да, детства нет, но на мой взгляд, все равно, конечно же, это оправдывается, оправдывается тем, что, когда ты достигаешь высоких результатов, ты совсем другой человек, это и дисциплина, это и здоровье в том числе. И вот все-таки какой элемент в гимнастике считается самым сложным, и бывали ли у вас травмы? Сколько у вас травм за жизнь? Я начну со второго, очень быстро отвечу, в любом спорте есть травмы, без них не обойтись, особенно в профессиональном спорте травмы они есть, и у меня были травмы, и кисти ломал, и локти ломал, и суставы травмировал, поэтому без этого никак, конечно же, но тем не менее, все равно это оправдано, когда есть результат. Травмы они у всех, во всех видах спорта, травм не бывает, наверное, только когда занимаешься физкультурой, непрофессионально спортом. То, что касается самый сложный элемент, на данный момент есть такой сложный элемент, который исполнил наш российский гимнаст, Никита Нагорный, сначала на чемпионате Европы, в 2021 году, потом на Олимпийских играх этот тройной сальто, согнувшись на вольных упражнениях. Действительно, этот элемент никто не исполнял, если делали тройной сальто, делали только в группировке. Он очень сложный, кроме акробатов, гимнасты, никто его не исполнял, на соревнованиях никогда. Он единственный исполнитель, который на данный момент, который исполняет. Вы участвовали во многих соревнованиях, чемпионатах. А какое выступление особенно вам запомнилось? Особенно запомнились Олимпийские игры, которые проходили в 90-м году в Америке, в Атланте, где, естественно, я как член сборной России завоевал золотую медаль. Это самые запоминающиеся соревнования, потому что то, к чему я стремился всю свою жизнь, это я смог добиться и воплотить в жизнь, завоевать золотую Олимпийскую медаль. Я думаю, что каждый спортсмен, занимаясь спортом, стремится именно к самой вершине, а самая вершина – это Олимпийское золото. И для меня это самые запоминающиеся, самые великолепные соревнования в моей жизни. Вот говорят, что спортивная гимнастика является своего рода базовым видом спорта, с чего, собственно, начинается карьера будущего чемпиона. А на каком этапе становится понятно, что вот кто-то или иной ребенок одарен действительно, и он покажет будущему какие-то выдающиеся результаты? Я полностью соглашусь с вами, что спортивная гимнастика – это базовый вид спорта, потому что в спортивной гимнастике идет гармоничное общее развитие ребенка. Это и координация, это растяжка, это и силовая подготовка. Но по ребенку можно понять, действительно, может ли он заниматься профессионально уже спортом, в спортивной гимнастике, или лучше, может быть, перейти ему на другой вид спорта. Ну, я думаю, что тоже, если касается спортивной гимнастики, это лет в 11-12 уже по ребенку видно, насколько он перспективный, насколько он может профессионально и дальше продолжить заниматься в спортивной гимнастике, или, может быть, лучше ему перейти в другой вид спорта, где, кстати, он будет достаточно востребован. Потому что я знаю очень многих гимнастов, бывших гимнастов, которые начинали со спортивной гимнастики, переходили в другие виды спорта, как борьба, бокс, и завоевывали очень высоких результатов, в том числе и в легкой атлетике, и в высоту, я знаю, наши. Лена Энсенбаева, она начинала со спортивной гимнастикой, потому что перешла потом в легкую атлетику и стала олимпийской победительницей. А ваши дети занимаются гимнастикой? Мой ребенок начинал заниматься гимнастикой, занимался для общего развития около где-то 4 лет, но после этого мы уже посмотрели, поняли, что нет, из гимнасты из него не получится, и сделали упор все-таки на учебу, на школу. Сейчас он в институте уже, на втором курсе. Поэтому гимнасты из него не получилось. Но, тем не менее, вы возглавляете, как я ранее говорила, Центр подготовки по спортивной гимнастике, Евгения Подгорного Новосибирске. И что для вас значит этот центр, и как все-таки происходит это воспитание будущих чемпионов вашего центра? Ну, для меня это очень почетно, что такая возможность выпала, и Центр спортивной гимнастики, названный моим именем, конечно, это почетно, и это очень ответственно, потому что я понимаю, что здесь должно быть все четко, здесь действительно должны спортсмены, гимнасты воспитываться и на результат, и быть просто воспитанными, хорошими людьми в дальнейшем, если даже не получится, из них профессиональных спортсменов. Поэтому наши тренеры, и я всегда им ставлю задачу, президент федерации, что, конечно, они обязаны и должны общаться и со спортсменами, и с родителями, рассказывая, объясняя, потому что тренер – это для спортсмена, для ребенка, как мама, как папа, как дедушка, как бабушка, это наставник, тот наставник, который дает ему движение в жизни. Независимо от того, будет он великим спортсменом или не будет он великим спортсменом, и он должен стать, конечно же, достойным гражданином своей страны. Поэтому, конечно же, делаем на этот упор, это очень ответственно, очень почетно. Надеемся, что у нас центру всего три года, надеемся, что в дальнейшем у нас будут те звезды, которые будут пославлять наш Новосибирск и нашу страну на международной арене. Евгений, что бы вы пожелали напоследок азербайджанским гимнастам? Ну, у нас сейчас такой период, все в пандемии, независимо, где мы находимся. Конечно же, здоровье, здоровье, здоровье. Ну и не бояться выигрывать, защищать честь своей страны, защищать честь Азербайджана. В Азербайджане очень великолепные гимнастические традиции, продолжать их и добиваться поставленных задач, поставленных целей, золотых медалей на международной арене, на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, на Олимпийских играх. Спасибо вам за интересную веселье. Я надеюсь, вы после пандемии вновь приедете в Баку и встретитесь со своими азербайджанскими друзьями. До свидания, Евгений. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания, друзья. До новых встреч.